Мы поговорим с вами по поводу лечения храпа. Это абсолютно новая процедура, протокол занимает примерно 5 минут, и время восстановления практически нулевой, поэтому очень стоит об этом поговорить. Сейчас хочу поговорить о аппликации, которая абсолютно потрясающая, я считаю. Я специально уговорил свой департамент клинический открыть специальный отдел для изучения лечения храпа с помощью СО2. То есть, вы должны дать иномедисты с алкоголем, с гин тоник. Они должны расслабиться. Окей, не то, что это. То есть, смотри. Мы знаем, что 60%... Почему вы думаете, что они селены так хорошо? Потому что все время это стресс. Они хотят селены больше и больше. Нет, смотри. Мы знаем, что 60% of the adult population has snoring. Я не говорю о апнере. Я не говорю о night apnea. Я не говорю о просто шнуре. 60% of the population. Примерно 60% людей, ну, как бы, с разными источниками, там, через нос, через рот, да, там, не все можно лечить, а они храпят. Мы не говорим сейчас про acute sleeping apnea, про серьезные проблемы, да, мы говорим просто про храпят, да, и это, в принципе, можно с помощью СО2-шника вылечить. So, snoring can be created in the nose or can be created in the soft palate. If it's in the nose, the only way to diagnose it is to do fibroscopia, okay? With fibroscopia, we can diagnose it. If it's in the soft palate, it's because the soft palate came down. Why? We have laxity in the soft palate, because we become older. So, we have laxity in the face, laxity in the arms, laxity in the vagina, and we have also laxity in the soft palate. This laxity in the soft palate enables us, when we take hair, to create turbulence, so in the oropharynge. So, if we are able to create tightening in this area, the ovula and the soft palate, if we are able to retract the tissue without surgery, because it's a five-minute treatment with zero downtime and zero risk, we are able to correct, not permanently, but temporarily, during one year, two years, the snoring in 60% of the population. Okay. Okay. Значит, нормальный микрофон, да? Okay. Значит, проблема с носом, она решается хуже, потому что там либо хирургия, либо там, это надо делать в фиброскопе, и определять уже как-то, ну, в основном хирургическими это решается. А вот то, что человек храпит через рот, да, это то, что у него, ну, нёба, наверное, да, soft palate. Так, как по-русски будет soft palate? Мягкое нёба, да? Спасибо большое. Sorry, my French. И человек стареет, да, и у него начинают появляться морщины, у него начинает появляться, опять же, ткань становится дряблой. Как там был хронологический порядок? Сначала на лице, потом в вагине, потом в районе мягкого нёба. И всё это можно с помощью, подтянуть с помощью CO2, да, это абсолютно практически безвредная процедура с нулевым восстановительным периодом и с очень хорошей результативностью. То есть мы приехали на университет, и поговорили на поле, но мы находили наookого карта, чтобы увидеть и попробовать эффективность CO2. То есть мы видим, что когда мы требуем этот уровень, во большинство, аркуш, 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 аркуш и аркуш, аркуш и аркуш, с помощью этого этого места, и мы начнем в 15 минуте эту массу, то есть прозрение этого места. Увуля, аркуш и аркуш, и аркуш. Ну, я с латинского переводить не буду, потому что все врачи и так все это знаете. А, короче, если нагреть уволу, то мы видели, да, сейчас они поигрались на кадавре. И поняли, что если нагреть уволу в течение 15 минут до определенной температуры, то тогда, собственно, вот эта вот дряблость, она решается. И поэтому, в принципе, мы ожидаем, человек перестает храпеть. Итак, мы исследовали пациента с полисонографией, чтобы проверить уровень сноровки. Мы делали фиброскопию, чтобы осуществить, чтобы не было в носе. И мы воспринимали это с определенной храпией. И, кстати, я пришел к многим компаниям. Я пришел к Кандела, я пришел к Луминисту, и они не имели большие храпии. Поэтому, Алма Зитт, который был CEO этой компании, был единственный человек, который сидел с нами лет назад. И мы говорим о разработке этой храпии, которая совершенно новая для любых компаний. Никто не имеет это, они имеют протокол. И эта храпия позволяет нам воспринимать мозг в таком случае. Таким образом, мы использовали силокин. Это зеро боли, зеро риска. И мы делаем третий минут, чтобы достигнуть высокую температуру. И затем мы продолжаем еще 10 минут. Таким образом, это третий минут, без риска, без боли. Окей, мы взяли нашего пациента, отправили его в лабораторию сна, отправили его на проверку носа, чтобы элиминировать этот фактор. И сделали процедуру. То есть полтора года назад я встретился с бывшим генеральным директором компании Alma Laser, доктором Зивом Карни, и мы вместе посидели. И в отличие от других компаний, он еще ко мне прислушался. И мы создали специальный аппликатор на СО2. Очень длинный, 200 миллиметров в длину, который как раз подходил для этой аппликации. С небольшим количеством просто инъекций из аркаина мы можем делать в течение 15 минут данную процедуру. А потом мы можем с теми же самыми методиками проверить, кропит человек или нет. Насколько наступило улучшение в его качестве жизни. Which one is the specificity of this handpiece? It only coagulate. It's a CO2 who heat a lot. You put and you feel an enormous heat, but it doesn't ablate. It's related with the lens. It has the focused lens inside, who enables us to spread the beam in a very large area, without cutting. So this handpiece cannot cut or coagulate. То есть данный аппликатор, он не аблативный. То есть как можно сделать лазер СО2, который по сути своим является? Мы можем сделать дефокусным. То есть вместо того, чтобы у нас был опасный фокус в зоне, которого у нас очень высокая температура вызывает выпаривание ткани, данная насадка не выпаривает ткань, она только коагулирует. То есть имеется термический эффект. Есть и не аблативный эрби, есть и не аблативный СО2 за счет дефокусного воздействия. Это специальная система линз, которая находится внутри этой насадки, поэтому мы в течение 15 минут, грубо говоря, нагреваем мягкое небо. Правильно? Окей. Спасибо. Итак, мы рассматривали интенсивность дефокусного воздействия, дефокусного воздействия и дефокусного воздействия. И все это уничтожили в 80% пациента. Таким образом, мы заработали в хоспитале 2 процедуры в 15 минут. Таким образом, в total amount of 30 минут 1,500 евро. И это самая полезная техника, которую я делал в моей жизни. Потому что это у меня 0 евро. How much? 1,500. Окей. А потом мы подключили, опять же, в лабораторию сна нашего пациента к датчикам и посчитали уровень децибелов, и на 80% после двух процедур снизился уровень храпа. Я беру с такую процедуру примерно 1500 евро за каждую из них, и это один из самых выгодных для меня как бы бизнесов, потому что я на это трачу, ну, собственно говоря, ничего. Поскольку учитывая то, что лазер СО2 не имеет расходных материалов, его вообще не надо как-то обслуживать. Это очень классный бизнес. Имейте в виду.